19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожское АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы Днепр развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье по действиям в условиях радиационного заражения местности. Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ Вооруженных сил Украины должны завершить 19 августа созреточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации и якобы ликвидации ее последствий. Подразделениями 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожьской АЭС с огневых позиций, находящейся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские вооруженные силы. Украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы в ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС. Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к них районах у российских войск нет. Там находится только подразделение охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.